Ну, вы знаете, я же не Нострадамус, и предсказать этого не могу. Я могу сказать одно, что мне было очень... У меня вчера я стал очень популярным в парламенте депутатом. У меня брали интервью все наши украинские каналы. И я могу сказать одно, что мне сложно как-то прокомментировать заявление вчерашнее Юрия Виталиевича Луценко, потому что никаких официальных документов я по этому поводу не получал, с одной стороны. А с другой стороны, я про себя знаю как гражданин и как государственный чиновник на тот момент, о котором говорил Юрий Виталиевич, что я ничего незаконного не совершал. Поэтому, когда меня спрашивают, как вы прокомментируете, как вы... Я вчера был немного удивлен. Я не хочу выступать ничьим защитником, но в течение двух уже с половиной лет, вы на черном зеркале, я неоднократно слышал, постоянно требовали от и Генпрокуратуры, и СБУ расследования всех событий, которые происходили в Одессе в 2014 году. В результате... Вы знаете, я спросил об этом, когда было утверждение Юрия Виталиевича в качестве генерального прокурора. Я, кстати, голосовал за его назначение генеральным прокурором. Я задал ему вопрос в отношении этого расследования. И Юрий Виталиевич мне в сессионном зале, как депутату, сказал о том, что он обязательно... Этот вопрос один из приоритетных, и он обязательно даст по этому вопросу расширенный ответ. Я считаю... Вы знаете, вот в последнее время я... Я понимаю, что это может вызвать разную реакцию, но в последнее время я на разных средствах массовой информации являюсь спикером оппозиционного блока по целому ряду вопросов. Я считаю, что то, что, скажем, наезд конкретно на меня, это связано с моей политической позицией, с моей гражданской позицией, и конкретно с тем, что, начиная с работы, с начала работы этого парламента, мы с коллегами требуем расследования 2 мая. В этом августе, и мы об этом официально объявили, что мы помогли родственникам погибших направить документы в криминальный суд, в уголовный суд в Гааге и в Европейский суд по правам человека.